Анна Катрина Вестли, Повесть «Алаук и Пончик», глава 10, «Какая красивая планета». Вот уже три дня Каус, Бьернар, Пончик и Алаук провели вместе. За это время они успели так хорошо узнать друг друга, что стали даже ссориться. Правда, они тут же и мирились. Поводов для ссор нашлось много. То Каусу казалось, что Бьернар разговаривает с Алаук больше, чем с ним. То Алаука обижалась, что Бьернар с Каусом важничают, будто знают больше других, во всяком случае Бьернар. А иногда Пончик начинал плакать, обнаружив, что его мама уже не сидит с Эвой на кухне. И все бросались утешать его. Так прошли три дня. Настал четверг. В этот день и должно было состояться то важное событие, о котором Эва по секрету рассказала Каусу. Впрочем, теперь об этом знали уже все. И все с самого утра были готовы к нему. Пончик ждал у себя дома. Несмотря на солнечную погоду, на нем был свитер и теплая куртка. А в рюкзачке, висевшем у него за спиной, лежали теплые носки, тапочки и маленькая машинка. Каус тоже оделся потеплее. Он надел даже резиновые сапоги, хотя на площади перед газетным домом давно было сухо. «Желаю повеселиться», – сказала ему мама. «Тебе-то хорошо, с тобой будет папа». Она даже встала, чтобы проводить Кауса, а ведь могла бы еще поспать. Но это был особенный день. Бьернар и Эва тоже встали раньше обычного и уже ехали куда-то по главной улице. А вот Аллаук была у себя дома, в небольшом коричневом домике, что стоял возле горной гостиницы. Папа ее ушел на работу, а мама собиралась печь плюшки, хотя до воскресенья было еще далеко. Но в этот четверг все было необычно. Аллаук то и дело выбегала на крыльцо, прислушивалась, а потом бежала к маме и спрашивала, который час. Маме даже надоело отвечать ей. Так часто Аллаук повторяла этот вопрос. А в это время в городе папа Кауса вышел из газетного дома и, как всегда, направился к автобусной станции. За одну руку он вел Кауса, а за другую – Пончика. Они прошли через зал ожидания и вышли на площадку, где стояли автобусы. Там их уже ждали Бьернар и Эва. «Здравствуйте!» – приветствовал их папа. «Вы, я смотрю, ранние птички, но это хорошо. Сейчас мы погрузим твою коляску, Бьернар. Понимаешь, автобус у меня замечательный, но есть у него один недостаток – слишком узкая дверца. Коляска в нее не пройдет. Придется нам поставить коляску в багажник. А тебя я сам отнесу в автобус и посажу у окна. Идет?» Папа поднял Бьернара на руки и внес в автобус. Тем временем Эва шепнула Каусу. «Ты помоги там Бьернару, если понадобится. Он не захотел, чтобы я ехала вместе с вами. Потому что остальные дети едут без мам. И костыли не взял. В коляске он чувствует себя уверенней, особенно в незнакомом месте. Ну, желаю вам повеселиться. Вас ждет интересный день». Дети тоже так считали и с нетерпением ждали отправления автобуса. Бьернар позвал Кауса, чтобы тот сел рядом с ним. Но Пончик расплакался. «Я хочу, чтобы Каус сидел рядом со мной. Я хочу к маме». «А мы все трое тут поместимся», – сказал Каус. «Иди к нам, Пончик. Смотри, сколько тут места». Конечно, они поместились втроем, и Пончик перестал плакать. Как и все пассажиры, они купили у папы билеты и заплатили за них деньги. Все было по-настоящему. Потом папа сел на свое место, и автобус тронулся. Бьернар, Пончик и Каус помахали на прощание Эве. Путешествие началось. Автобус быстро проехал по главной улице, а на площади возле газетного дома замедлил ход. Можно было сказать, что он ползет, как улитка. Каус выглянул в окно. Там у газетного дома стояли рядышком его мама и мама Пончика, и махали им. Как обрадовался Пончик, увидев свою маму, как замахал ей в ответ. Автобус уже давно проехал площадь, и газетный дом давно скрылся из глаз. А он все махал и махал, так что у него в конце концов чуть не отвалилась рука. Сейчас вы увидите настоящие деревенские усадьбы, сказал Каус Бьернару и Пончику. Он чувствовал себя экскурсоводом, который ведет экскурсию. «Там есть овцы с маленькими ягнятами». Пончик смотрел во все глаза. К дороге подбежала большая собака. Каус ее хорошо знал. «Я иногда играю, будто это моя собака, и мы вместе едем в автобусе», – сказал он. «А я люблю маленьких собачек, таких маленьких-прималеньких», – пропищал Пончик. «Нет, мне больше нравятся крупные собаки», – сказал Бьернар. «Я бы себе завел огромную овчарку». «Смотрите, трактор!» – воскликнул Пончик. «Хлев, амбар, лес, как много деревьев!» Пончик был в восторге. «Орел!» – воскликнул Бьернар. «Где?» – «Я не вижу!» – заволновался Каус. «Я пошутил», – признался Бьернар. «Просто мне захотелось, чтобы мы увидели орла». «Воробышек!» Пончику тоже хотелось принять участие в разговоре, а Воробьев он хорошо знал. «Давайте перечислять птицы, всех, кто каких знает», – предложил Бьернар. «Я начинаю. Ласточки, тресогуски, снегири, чижики, синицы». «Вороны, сороки, скворцы!» – подхватил Каус. «И всякие маленькие птички!» – сказал Пончик. И Каус с Бьернаром засмеялись так, что забыли про свою игру. «А ведь они наверняка знали птиц гораздо больше!» «Мы скоро приедем», – предупредил друзей Каус. «Ведь только он знал эту дорогу!» Лес кончился и стало светлее. Горные вершины громоздились одна над другой. Автобус подъехал к маленькой гостинице. Но Каус, Бьернар и Пончик тут не вышли. Им надо было ехать до конца, до самой большой гостиницы. А Алаук уже надоело ждать автобус. Она решила, что он сегодня не приедет. Пошла домой, взяла мяч и стала играть. «Может, автобус сломался, и они вообще не приедут?» – сказала она мячу. «Будем играть с тобой вдвоем!» «Да-да-да!» – подпрыгивая, ответил ей мяч. Вдруг Алаук прислушалась. «Там едет какая-то машина!» – воскликнула она. «Грузовик, вик, вик!» – сказал мяч. «Или такси?» Но это был не грузовик и не такси, а маленький голубой автобус. Он выехал на площадь перед гостиницей, и Алаук, потухотив мяч, отбежала в сторону. Она сразу увидела Бьернара Кауса и Пончика, но растерялась, застеснялась и зачем-то снова стала играть в мяч. «Здравствуй, Алаук!» – сказал папа, спрыгнув на землю. «Принимай гостей!» Он достал из багажника коляску и подкатил ее к дверце. Потом он помог выйти из автобуса Пончику. «Присмотри-ка за ним!» – попросил он Алаук. Папа снова вернулся в автобус и теперь поднял на руки Бьернара. Бьернар был больше Кауса, но весил он не особенно много. Сильный папа без труда вынес его из автобуса и посадил в коляску. Настала очередь Кауса. В папиных руках он пролетел по воздуху точно птица. Папа был сегодня в веселом настроении. «И я тоже!» – закричал Пончик, подбегая к папе. «Я тоже хочу полетать!» Пришлось папе снова поднять Пончика в автобус, потом подхватить его на руки с верхней ступеньки и покружить по воздуху. Теперь Пончик был доволен, а Алаук взяла его за руку и повела к своему дому. Каус и папа шли рядом с коляской Бьернара. «Прежде чем уехать, мне надо посмотреть, какое тут крыльцо. Сможет ли Бьернар сам на него въехать?» – сказал папа Каусу. Крыльцо было достаточно широкое, но на него вели три довольно высокие ступеньки. «Что будем делать, Бьернар?» – спросил папа. «Вообще-то поднять коляску не так трудно», – сказал Бьернар. «Надо только развернуться и въезжать задом наперед». Из дома вышла мама Алаук. «Добро пожаловать», – сказала она. «Как, Бьернар, справимся мы с тобой с этим крыльцом?» «Конечно справимся», – ответил Бьернар. «Я разверну коляску задом наперед, ты и втаскивай ее на крыльцо, а я буду держаться за колеса, чтобы не упасть». «Внимание, устраиваем генеральную репетицию», – объявил папа. Мама Алаук ухватилась за коляску и стала втаскивать ее со ступеньки на ступеньку. Каус помогал ей, а Бьернар держался за колеса. «Молодцы», – сказал папа, – «я вижу, вы справитесь, а теперь счастливо оставаться. Я приеду вечером». Дети осмотрели весь дом – кухню, спальню, гостиную и комнату Алаук. Всюду было красиво и уютно, но больше всего им понравились игрушки Алаук, особенно куклы, привезенные ее папой из разных стран. «Давайте играть, как будто это дети со всей земли», – предложил Бьернар. «И мы к ним сегодня поедем, да?» – спросил Каус. Ему очень хотелось, чтобы Бьернар превратил свою коляску в волшебный экипаж, и они понеслись бы в разные страны вместе с Пончиком и Алаук. «Только не сейчас, Каус», – ответил Бьернар. «Сперва мы будем играть в другую игру». «В какую?» «Для этого надо выйти на улицу». Мама Алаук поспешила к ним на помощь. Теперь коляске предстояло съехать с крыльца. Мама и дети придерживали ее, чтобы она не упала. Бьернар тоже помогал как мог, и все сошло хорошо. Холодный горный воздух был так прекрасен, что казался даже вкусным. Дети были тепло одеты и могли долго играть на улице. Каус согрызло любопытство. Он понял, что Бьернар вычитал в своей энциклопедии что-то интересное, и теперь с нетерпением ждал новой игры. «Мы с вами находимся на Сетере», – начал, наконец, Бьернар. «Сетер – это горное пастбище. На нем стоят дома, в которых живут пастухи. Они пасут скотину, доят коров и коз, и варят из молока сыр». «Я буду пастухом, а вы – коровами». «А овцы на Сетере есть?» – спросил Пончик. Он никак не мог забыть овец с ягнятами, которых видел из окна автобуса. «Конечно, есть и овцы, и ягнята», – ответил Бьернар. «А чем же будет твоя коляска?» – нетерпеливо спросил Каус. «Пока ничем», – ответил Бьернар. «Представьте себе, что здесь поляна, она вся заросла травой. Я лежу на траве и размышляю о всякой всячине. Пастухи всегда так делают. В старые времена всем крестьянским детям приходилось пасти скотину. Многие из них потом стали поэтами. Наверное, потому что у них в детстве было много времени для размышлений. В общем, представьте себе, что мы в горах». «А мы на самом деле в горах?» – перебила его Аллаук. «Только здесь на Сетер не похоже. За домом гораздо лучше. Пошли туда». Дети направились задом. Дорожки туда не было. Но они дружно толкали коляску и, несмотря на камни, легко преодолели весь путь. Бьернару очень понравилось за домом. Отсюда была видна вершина высокой. «Как будто я только что выпустил вас из хлева», – сказал он. «Вы разбрелись по пастбищу и щиплете траву. Когда я заиграю на рожке, вы должны вернуться ко мне». Каус, Пончик и Аллаук побежали. Каусу и Аллаук приходилось останавливаться и поджидать Пончика, который не мог бежать быстро. Иногда они брали его за руки. «Как будто мы корова-бык и теленок», – сказала Аллаук. Они скрылись за скалой, а Бьернар, откинувшись на спинку коляски, задумчиво смотрел на вершину высокой. Зимой высокая была покрыта снегом, но теперь на ней появились темные пятна. Налюбовавшись вершиной, Бьернар заиграл в рожок. Первым прибежал Пончик, а Аллаук пришла не так быстро, потому что, изображая корову, шла на четвереньках. А Каус нашел веточку карликовой березы и прикрепил к шапке. Получились рога. Ему казалось, что у него очень грозный вид. Он даже сердито мычал. Бьернар остался доволен своим стадом. «А теперь вы опять люди», – сказал он. «Мы отправляемся в путешествие». «Куда?» Глаза у Кауса загорелись от любопытства. «На вершину высокой». «Но ведь это очень далеко», – воскликнула Аллаук. «А мы полетим на летающей тарелке», – объяснил Бьернар. «Значит, нам надо привязываться?» – спросил Каус. «Зачем?» Аллаук ничего не понимала, ведь она первый раз играла в такую игру. «На космических кораблях всегда привязываются во время старта и во время посадки», – объяснил ей Каус. «Один раз мы так крепко привязались, что Эва с трудом нас отвязала». «На летающей тарелке можно не привязываться», – сказал Бьернар. «Только найдите, на чем вы будете сидеть». Аллаук принесла себе ящик. Каус нашел доску, а пончик был такой маленький, что поместился на подножке коляски. «На летающей тарелке лететь приятнее, чем на космическом корабле», – сказал Бьернар. «Ее не трясет. Знаете, когда в газетах в первый раз написали про летающую тарелку?» «В 1837 году. Ее видели в Техасе. Это в Америке. С тех пор про них писали много раз. Но что это такое, не знает никто. А вот мы знаем, потому что мы не люди». Пончик даже засопел от восторга. «Да, мы с вами инопланетяне и живем на другой планете, далеко в космосе. Сейчас мы просто совершаем прогулку на летающей тарелке». Пончик взвизгнул. «Мы говорим не по-норвежски, но понимаем все, что говорят норвежцы. Ну, дзы, летим, дзы». «Как дзы, будто дзы, мы дзы, летим дзы, уже дзы, очень дзы, давно дзы», – подхватил каос. «Где дзы, мы дзы, сейчас дзы?» «Мы прилетели на незнакомую планету и совершили посадку в горах», – продолжал Бьернар уже по-норвежски. «Сперва возле гостиницы, а теперь перелетаем на вершину высокой. Вот наша тарелка поднялась». «Сейчас мы висим над гостиницей, видишь, пончик?» «Каос, как ты думаешь, на какой мы высоте?» «Высота тысячи метров», – сказал каос. «Да, наверное, так», – согласился Бьернар. «В летающей тарелке есть узкие щели, через которые можно смотреть». «Исикана цэнцзун», – сказала Алаук. «Это было похоже на китайский язык. Алаук не знала, на каком языке говорят инопланетяне. Знала только, что не по-норвежски». «Какая красивая планета!» – перевел ее слова Бьернар. «Такой красивой планеты мы еще не встречали», – задумчиво добавил он. «Давайте приземлимся на эту горку». Он имел в виду вершину высокой, и хотя дети сидели за домом Алаук, им всем показалось, будто они вправду находятся на высокой. «Как отсюда далеко видно!» – воскликнул Бьернар. «Да, в хорошую погоду отсюда виден и Ютенхейм, и Рондонские горы», – сказал Каус. Он один из всех поднимался на высокую. «И даже гораздо дальше», – сказал Бьернар. «Нам виден и Тролхейм, и горы далеко на севере, и швейцарские Альпы. «Да-да, и Альпы!» – подхватила Алаук, услышав знакомое слово. Ведь она когда-то жила в Швейцарии. «Какая красивая планета!» – повторил Бьернар. «Видно, жители берегут ее. Воздух тут, по-моему, вполне чистый. Я вижу зверей и птиц. А вон какие-то коробки». «Какие коробки?» – не понял Пончик. «Из них выходят какие-то существа», – сказал Бьернар. «Наверное, они в них живут». Бьернар говорит про дома. Шепотом объяснил Каус Пончику и Алаук. Он инопланетянин и поэтому не знает, что это дома. «А шокидвоц, шо я лес, кассен бус», – сказала Алаук. «Ванд косал миф дёсюс», – сказал Каус. «Му-му», – промычал Пончик. «Яп», – сказал Бьернар. «Они сидели на вершине высокой и беседовали на своем инопланетянском языке, пока мама Алаук не позвала их завтракать. «Скорей!» – воскликнул Бьернар. «Надо скорее расколдовать летающую тарелку». «Ты успеешь?» – испуганно спросил Каус. Бьернар кивнул. В поисках детей мама Алаук пришла задом. Там она увидела мальчика в инвалидной коляске, девочку, сидящую на ящике, и другого мальчика на дощечке. Самый маленький мальчик сидел на подножке коляски. У них был такой вид, будто они только что завершили долгое, необыкновенное путешествие. «А как называется та планета?» – спросила Алаук. «Может быть, земной шар?» – предложил Каус. «Мы назовем ее просто Земля», – задумчиво сказал Бьернар.